В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Не дали пополнить ряды ИГИЛ. Оперативники ФСБ задержали студента, собиравшегося в Сирию. Финишная прямая, считанные месяц, остаются до открытия нового здания театра Самар. Волжская Швейцария преобразится. В Самаре обсудили концепцию развития Красной Глинки. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области не допустили выезд в Сирию студента Тольяттинского государственного университета. Молодому человеку 18 лет. Он гражданин одной из среднеазиатских республик. По-русски говорит плохо. По данным силовиков, в начале октября его через интернет завербовали члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Я сказал, почему я в Сирии. В Сирии, он сказал, все мусульманы, все религии в этом. Молодой человек должен был пройти обучение в специальном лагере и затем участвовать в боевых действиях в Сирии. На стороне террористов студент Тольяттинского вуза должен был лететь через Турцию. Вербовщики купили ему билет. Однако во время очередной профилактической проверки ФСБ молодого человека задержали и взяли под стражу против него. Возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению ведется следствие». Долгожданное открытие нового здания театра «Самар» состоится следующим летом. Готовность объекта – 90%. До конца этого года основные работы должны быть закончены, после чего строители приступят к отделке. На реализацию проекта из областного бюджета было направлено 1,4 млрд рублей. Актеры и зрители с нетерпением ждут, когда зал откроет двери. Одной из первых в пресс-тур отправилась Марьяна Мирная. Справа, слева, сверху, снизу, в центре актеры могут появиться откуда угодно. Новый зал театра «Самарт» оснащен самыми современными техническими новинками – видеоэкранами и пультом управления, поворотным кругом. Дополняется этот смелый проект трансформации зрительских кресел. Одним словом, все это пространство сценическое. На этой площадке, без портального этого пространства, можно разместить три спектакли. Я себе привожу этот пример. Там можно разместить «Мамаша Кураж», допустим. Здесь бумбараж может быть размещен, а вот это тоже, это не балкон, это игровая площадка, где тоже есть определенные механизмы. Там может быть счастливый ганс, ну, например. Реконструкция здания готова на 90% и закончить ее планируют летом 2017 года. Здесь может быть динамичная декорация. То есть стены зала – это продолжение зала. То есть медиаэкран, картинка, начиная от поля с березками, да, заканчивая там триколором во всю стену. Мы можем сделать любое изображение на стенах. Новый зал может принять до 600 зрителей. Кроме сцены сделали гардероб и грим-уборный для актеров. О необходимости скорейшего завершения работ по реконструкции говорят на высшем уровне. По определению академика Митс Сергеевича Лихачева, культура – это активная память человечества. Это такая же базовая ценность, как патриотизм, уважение к истории, преемственность традиций. Живая связь этих ценностей и составляет духовно-нравственность тержень наций, без которого невозможно решение ближайших и стратегических задач не может быть процветающего государства. Это действительно знаковый объект – Театр юного зрителя. Это объект, который мы ведем уже с 2006 года. Все и документация наконец-то вся готова. И Николай Иванович подтвердил финансирование на следующий год под завершение. Я думаю, вы сами убедитесь в том, какой он уникальный и красивый, когда мы будем его открывать вместе с вами. Думаю, что в июне-июле следующего года. Первая очередь гостиницы была открыта еще в 2006 году, после чего приступили к созданию единственного в своем роде проекта театрального комплекса. Новой сценой он не закончится. Впереди третья очередь – реконструкция малых залов и фойе. Ведь роза пахнет розой, хоть розой, назови ее, хоть нет. Знаменитая сцена на балконе из Ромео Джульетта могла бы выглядеть совсем иначе, будь она поставлена на новой уникальной сцене Театра Самарт. Кто знает, может быть, такая постановка еще и будет, а пока к открытию готовятся два спектакля. Иванов и горе от ума. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Волжская Швейцария, так называют Красную Глинку, станет настоящим туристическим центром. Привлекать гостей будут не только природные красоты, район должен в целом преобразиться. Для этого уже разработали концепцию развития, где учли все – от благоустройства дворов до создания крупных транспортных узлов. Ее же начали реализовывать с ремонта дорог. Что ждет поселок Береза, к юбилею расскажет Марина Кравцова. Идеально ровный и чистый, с аккуратными бордюрами и новыми ограждениями. Таким главный тротуар в поселке Береза жители не помнят. Еще месяц назад картина была совсем иная – ямы и лужи. Ремонта здесь не было несколько десятилетий. Ну мы, конечно, ждали, надеялись, но все замечательно сделали. Хоть можно с коляской проехать, и по колено грязи нет. Работу провели значительную. Теперь есть возможность погулять. Зажжу с ребеночком абсолютно замечательно. В 2018-м поселок рядом с аэропортом отметит 60-летие. Подготовка к юбилею стартовала успешно. Без проблем по новой дороге заезжают во дворы жители 4-го квартала. Здесь живет почти половина поселка. Этим летом сделали дорогу. Сейчас благоустраивают газоны во дворах. Сюда заходят, заезжают, заходят в основном через эту дорогу, через этот тротуар. Очень много лет, лет 15-20, дорога была в ужасном состоянии. Непосредственно страдал вот этот дом. Сейчас, когда сделали, люди, конечно, довольны. Во втором и четвертом кварталах провели ямочный ремонт дорог. Во дворах появились новые контейнерные площадки. Казалось бы, мелочь, но раньше здесь был поведерный сбор мусора. Жителям приходилось дожидаться, пока приедет спецмашина. Теперь же от этой коммунальной заботы они избавлены. Сейчас создают проект восстановления бассейна в детском саду. Жители мечтают, что появится и ФОК. Красногленский район стал первым в Самаре, где разработали комплексную концепцию развития. В первую очередь, внимание к самым проблемным объектам. Так уже в следующем году может решиться вопрос с качеством воды в управленческом. Нам необходимо со студеного оврага с НФС протянуть 2,6 ветки до поселка Управленческий. На протяжении последних 10 лет у нас не хватало средств, возможностей для того, чтобы и запроектировать эти работы, и непосредственно эти работы произвести. Уже закончен практически проект, поэтому сейчас вопрос только в наличии финансирования для того, чтобы эти работы стартовали. Красноглинский район рекреационный знаменит природными достопримечательностями. Он даже получил неофициальное название – Волжская Швейцария. Востребовано здесь будет и туристическое направление, которое тоже планируют развивать. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Ленинский район Самары тоже в центре внимания. Его жители сами решают, какие дворы и проезды необходимо ремонтировать. План работы они уже составили и отправили в администрацию. Результат дорожной кампании в отдельно взятом районе оценила Марина Матвейшина. Причудливые формы выбоины превращаются в аккуратные квадраты и прямоугольники. Некрасоты ради. И этого требует технология ямочного ремонта. Асфальтобетонная смесь лучше закрепляется на ровной поверхности. И прослужить такая заплатка сможет несколько лет. Прохладный день рабочих не смущает. Дело спорится, дорога преображается. По укатке асфальта, да, пока снега нету, то есть по литью, по этим всем у нас есть возможность работать. У нас, знаете, как день – это двор. То есть один день – один двор. Работы, все зависит, конечно, от объема и насколько разбитый двор. Список адресов, где требуется такой ремонт, сформировали сами жители. Именно они присылали заявки в районную администрацию. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Осталось доделать несколько дворов. А вот капитальный ремонт проездов в Ленинском районе выполнен на 100%. Все 14 запланированных дворов радуют жителей ровностью, гладкостью и красотой. Особенно в сравнении с тем, что было. Большие были ямы. Вот просто выдолбили. Машина много стала. Все выдолбили. Ездить просто. Ходить даже невозможно было. Вот этого тротуара, вот этого тротуара не было вообще. Вообще его тут мы тоже попросили сделать. Удобно стало и ходить, и с колясочками гулять. Благодаря реформе местного самоуправления, жители получили возможность участвовать в судьбе района. Люди контролировали весь процесс на каждом этапе работ. От проекта до конечного результата. Жители активно участвовали и в том числе вносили коррективы в первоначальные конфигурации домов. Где-то была сформирована дополнительная парковка для машин. Где-то была сформирована дополнительная клумба. Вот эти все моменты, они были учтены и в конечном итоге реализованы подрядной организацией. И когда производилась приемка работ, соответственно, когда она производится, обязательно от советов участвуют люди и проверяют, исполнили ли то, что сами люди вносили в план или не исполнены. В свою очередь, жители не сидят сложа руки и, как могут, своими силами украшают район. Сажают цветы, деревья, красят скамейки, наводят и поддерживают порядок во дворе. Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События. Самарские Чуваши отметили ежегодный праздник нового урожая Чуклеме. Настоящий гимн земледелию и людям с ним связанным. Это один из самых торжественных и знаковых праздников чувашского народа. Традиционно он собирает участников со всех уголков области, а также из соседних регионов. В чем суть Чуклеме, чем принято угощать гостей, узнала Олеся Корецкая. Министер, 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 министер! Праздник нового урожая Чуклеме для Чуваши как Новый год. Он завершает годовой цикл земледельцев. В холле Дома культуры Заря развернулась целая ярмарка. Здесь народные песни и традиционные угощения. Пирог с мясом и картошкой хупло и национальные напитки. На выставке Королевства спелых плодов, поделки и украшения из овощей есть даже чувашская золушка в своей тыквенной карете. Мы этот праздник проводим после окончания всех уборочных работ. Самое приятное для нас, дашников, что? Посадить, вырастить и сбор, самое главное, сбор урожая. И древней обычай не только чувашей, но и всех людей земли в том, что в конце этого завершения земледельческого труда надо было обязательно поблагодарить землю, небо, воздух и воду за то, что они дали урожай. На праздник Чуклеме в Самаре собрались сотни участников со всего города, а также из Тольятти, Жигулевска и соседних областей Башкирии, Татарстана, Ульяновска и Пензы. Это просто возрождение нашей традиции, потому что пора уже нам возвращаться к своим корням. Кто знает свои корни, не будет летать по всему миру и искать свои корни. Красной нитью в любой культуре идет сохранение дома и родного очага. В Самарских центрах развития творчества для детей особое внимание уделяется укреплению традиций каждого народа, в том числе и через поделки, посуду, одежду, картины, сувениры. Вот такая кукла называется девка-баба. Пока девушка молодая, она гуляет, танцует, хороводы водит, песни поет, а как только она выходит замуж, она превращается в бабу. Вот такая кукла-перебертыш. Это берегиня дома. На концерте выступают чувашские творческие коллективы и проводят обязательный обряд. Кульминация праздника Чуклеме – освещение нового урожая. Его смешивают с дарами из прошлого урожая, чтобы не прерывалось нить между прошлым и будущим. В Самарской области проживают представители 157 национальностей. Чуваши – одни из самых многочисленных. Национальные праздники всегда вызывают интерес к особенностям народа, поддерживают дружбу между ними, воспитывают уважение к труду и культурному наследию всей страны. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Далее, коротко о других темах дня. Самарцев грозят оставить без канализации из-за долгов заводу. Только в октябре 480 злостных неплательщиков получили уведомление об отключении их квартир от благ цивилизации. Из них 10 уже лишились удобств. Средняя сумма их долга перед коммунальными службами составляет около 60 тысяч рублей. Да и всего же жители предприятий, управляющие компанией и прочие организации Самары за услуги холодного водоснабжения и водоотведения были должны к началу октября более миллиарда рублей. В Самарской области расходы на чиновников сократят на 15%. Кроме того, существенно урежут финансирование регионального парламента. Большинство депутатов будет работать на неосвобожденной основе, то есть не получая заработной платы. Также сократят штат управленческого аппарата Думы. Чиновников же пересадят на отечественные авто. На данный момент в автопарке правительства области появились 8 машин «Лада Веста», а 13 автомобилей «Ауди» выставлены на продажу. Пролетное строение Фрунзинского моста через озеро Банная смонтировано. Конструкция выполнена из монолитного железобетона. На ее возведение потребовалось 1600 кубометров материала. Работы завершились в соответствии с графиком. Далее подрядчик приступит к устройству дорожного покрытия и обустройству моста. Будут установлены опоры освещения, появится пешеходное ограждение и металлические барьерные ограждения для автотранспорта. Планируется, что до конца года будут возведены все береговые опоры моста через реку Самару. В Струковском саду может появиться театр. Планы по реконструкции парка обсудили на совещании в Самарской мэрии. Планируется, что заброшенное здание бывшего бассейна будет снесено, а на его месте построят театр. Инвестор, готовый вкладываться в этот проект, уже найден. Заключительный концерт 12-го международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Маэстро Марш» состоится в пятницу, 28 октября, в 6 часов вечера в ДК на площади имени Кирова. Он будет посвящен сразу двум юбилейным датам. Звучание марша Черницкого парад напомнит слушателям о 75-летнем юбилее проведения военного парада в Куйбышеве, 7 ноября 1941 года. А старинные солдатские песни марша Чайковского и Мусоргского перенесут во времена русско-турецкой войны 70-х годов 19 века, когда Петр Алабин вручил Самарское знамя болгарскому ополчению. Вход на концерт свободный. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Патриотизм как основа безопасности России. В Самаре проходит международный православный форум. Корреспондент телеканала «Самара Гиз» награжден серебряным знаком святого Алексея. Одни воруют, другие сажают. На южном шоссе высадили новые туи взамен украденных. Жилье для новой семьи и без ипотеки. В Самарском зоопарке построили новый вольер для пары амурских тигров. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok